На рынке жилищно-коммунального хозяйства Артёмовского совсем недавно появилась ещё одна управляющая компания – муниципальная. В рамках программы «Позиция» телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» директор управляющей компании Александр Поляков подробно рассказывал о новосозданном предприятии, его уставном капитале, преимуществах, о перечне услуг для жителей домов, перешедших под крыло компании, о планах на будущее. «Знаете, для чего муниципальная компания, значит, по принципу создавалась это всё? Ну, я считаю, что это, во-первых, оперативность управления, решение проблем, значит, жителей и это всё. Когда разговаривают с жителем, приходят с той или иной проблемой, там кровля бежит, федерация там, например, отмахивается от них и это всё. То есть здесь муниципальную компанию легче уже управлять со стороны администрации, эти вопросы все решать легче. То есть, как бы, быстрое реагирование на просьбы вот этих жителей, на жалобы или жителей вот тех проблем, решения этих проблем. Возьмём, например, заводская 2А, по-моему, вот депутат Котлова, коллега, она этот вопрос решает уже не один год, понимаете? А проблема-то вся там, труба бежит. Мы, значит, обращаемся в управляющую компанию, не наша труба, мы управляем шахтеплосети, не наша труба идёт, пока вот это всё. Это переговоры, перекладывание своих обязанностей, выяснение, кто за это всё отвечает. Жители-то живут в Сталатитах, зимой-то там она приносила фотографии, где висятся стульки со второго этажа лестницы, сырость. Главной целью создания муниципальной управляющей компании руководство администрации Артемовского городского округа, конечно, ставило во главе угла спокойствие и комфорт жителей подведомственных домов, чтобы не происходило таких ситуаций, как с другими, не совсем ответственными и сознательными управляшками, когда жильцы домов годами обивают пороги различных инстанций, а результатов так и не могут дождаться. Напомним, суммы уставного капитала в 300 тысяч рублей муниципальной управляющей компании, как говорил Александр Поляков, должно было хватить на всё, но, как оказалось, в реальности просчитались. Сегодня новосозданному предприятию денег не хватает ни на текущие ремонты, ни на оргтехнику, ни на обучение специалистов. Директор управляющей компании Александр Поляков был вынужден обратиться к депутатам Думы Артемовского городского округа с просьбой об увеличении уставного капитала, пообещав вернуть эти деньги за счёт коммунальных платежей. Директор управляющей компании, это последнее увеличение? Чтобы жители у вас были, пока не пошли платить данные средства, нам вернутся потом уже в части оплаты удержания жилья. И что-то дома разойдётся, и в принципе, в принципе, приобретите нас на один из-за управляющих компаний. Директор управляющих компаний, которые будут потрачены на сегодняшние ремонтные работы, они будут возвращены обратно на объединение содержания. Потом нам необходимо будет ещё поучиться по 44-му ФСЗ, потому что муниципальным иностранным предприятиям обязаны выбирать функционы, котировки в рамках 44-го федерального закона. На данный момент ни один сотрудник предприятия не получит по 44-му федеральному закону. И следующее, необходимо всё-таки нас купить офисную технику, потому что я глубоко благодарен КУМИ, другим отделам администрации, когда мы исполняем регламент предоставления протоколов в должную инспекцию, нам необходимо делать порядка трёх копий. Один протокол – это от 60, максимальный протокол – 111 страниц. Постоянно, как говорится, приходим в администрацию и просим сделать где-нибудь копий, потому что собственной техники для таких объёмов копирования мы не знаем. А такой управляющей компанией, которая бы всегда выполняла свои обязательства, реагировала на жалобы людей мгновенно. Сегодня мечтают жители многих домов. Именно по этому принципу в Артёмовском муниципальная управляющая компания и создавалась. Сегодня остаётся надеяться, что депутаты Думы Артёмовского городского округа, к которым обратился Александр Поляков, не будут откладывать решение вопроса в долгий ящик. Ведь не секрет, что в городе есть такие дома, которые оказались как бы никому не нужными. Ни одна управляющая компания их к себе на баланс не берёт. Кроме того, есть дома, где жители с огромным удовольствием распрощались бы со своими нерадивыми управляшками. И с удовольствием перешли в муниципальную, где всё под контролем.